Уважаемый Игорь Юрьевич, уважаемые коллеги, в Московской области завершены весенние полевые работы текущего года и на финише находится посевная. Поэтому мы можем уже подвести итоги и сравнить показатели с предыдущим годом. Северовых культур в сельхозорганизации Московской области на 10 июня составил 171 тысячу, что составляет 99% от плана, который мы ставили перед собой в начале весенних полевых работ. Что касается яровых и озимых культур, в этом году мы увеличили площадь под посевами яровых и озимых на 37%, и зерновой клин составил 136,4 тысячи гектара. Это нам позволит, по нашим прогнозным показателям, к концу 2015 года добиться урожая яровых и озимых в размере 367 тысяч тонн, что также на 37% будет выше предыдущего года. На слайде показана динамика. Начиная с 2011 года мы видим, что наблюдается тенденция по увеличению. Если нам удастся сохранить темпы по вводу земли сельхозназначения в оборот и интенсивности при посевных работах, то к 2018 году мы можем достигнуть урожая в размере полумиллиона тонн зерновых и зернобобовых в год. Картофель. В 2015 году площадь посева составила 13,2 тысячи гектара, что на 18,9% больше к уровню 2014 года. И валовый сбор прогнозов составит 323 тысячи тонн, что на 20% выше 2014 года. Валовый сбор овощей мы прогнозируем в размере 298 тысяч тонн, площади под посевами составили 6,7 тысячи гектара, что на 19% выше уровня 2014 года. Одним из основных вопросов, который влияет на и урожайность, и на увеличение объема производства, является ввод залежных земель, земель сельхозназначения, которые в настоящий момент не используются по назначению. В Московской области 35% от всей площади Московской области это земли сельхозназначения. Из них сельхозугодия 1,341,000 гектар. На сегодняшний день используется немногим более 60%. Сельхозугодия в Московской области представлены 72,5% составляет пашня, 11% падбище, 10% сенокосы и 6,5% многолетнее насаждение. Согласно поручению губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, за 2013 и 2014 года было введено в оборот 100 тысяч гектаров ранее неиспользуемой земли сельхозназначения. Также по поручению губернатора до 2017 года нам необходимо ввести дополнительно 200 тысяч гектар и практически всю неиспользуемую на сегодняшний день пашню ввести в оборот. Задача, конечно же, непростая. Чем больше земли мы вводим в оборот, тем сложнее наш следующий шаг. Потому что, во-первых, земля более заросшая, во-вторых, приходится более детально и более тщательно общаться с собственниками земель, с банкирами, которые на сегодняшний день не очень охотно вводят свои земли в оборот и не очень охотно рассматривают вопросы по поводу развития инвестиционных проектов на землях сельхозназначения, которые принадлежат либо им, либо каким-то финансовым или банковским организациям. Но, несмотря на те сложности и трудности, с которыми мы сталкиваемся при вводе земли в оборот, залежной земли, уже с начала этого года в рамках весенних полевых работ в оборот введено 12 тысяч гектар, что составляет 20% от плана, утвержденного губернатором на этот год. План составляет 60 тысяч гектар. На следующем слайде представлены те районы, которые являются на сегодняшний день в Московской области лидерами по воду земли в сельскохозяйственный оборот. Те, которые начали эти земли вводить буквально с начала посевной, это позволило добиться результатов 12 тысяч 221 гектар. Остальные районы пока к этой работе не приступили, но, как мы с вами знаем, август-сентябрь – это основное время, когда после окончания посевной, после того, когда уже будут заготовлены корма, начнется активная распашка и ввод залежных земель в оборот. Есть положительные примеры предприятий, которые в этом году уже ввели в оборот землю, не просто ввели, а они уже эту землю засеяли. Это предприятие, которым на основании распоряжения губернатора земля будет представлена без торгов в аренду. На сегодняшний день проходит оформление для племзавода Барыбина в размере 1600 гектар земли сельхозназначения. 1400 из них составляет пашни. На сегодняшний день на слайде представлено, каким образом эта земля уже используется. Посеяно во время весенних полевых работ 1050 гектар, из них 40 гектар кукуруза и 1010 гектар ячмень. 350 гектар после окончания посевной будут введены в оборот и подготовлены под озимый сев под урожай. На слайдах представлены картинки, где мы видим фотографии поля до обработки. Это живые картины вот этой весны и фотографии, которые сделаны буквально несколько дней назад, где мы видим уже всходы ячменя Ярового и поля, которые подготовлены под посев. Мы не забываем про наших фермеров. Три фермера на сегодняшний день, которые претендуют и на сегодняшний день проходит оформление договора в аренду. Это фермер из Волоколамского района, в котором будет представлена земля ныне Аграрного колледжа, Аграрного техникума «Холмогорка». Это земля Московской области в середине августа. И для Барыбина и для этих фермеров процедура по оформлению договора аренды будет закончена. На следующем слайде также представлено, каким образом осуществляются работы этими фермерами по воду земли в оборот. Важный вопрос – это подготовка к весеннеполевым работам. За счет чего нам удалось добиться таких результатов? На сегодняшний день, как я уже сказал, 99% плана выполнено. Многие районы эти планы посевной перевыполнили. В этом году впервые за многие годы несвязанная поддержка нашим аграриям была доведена до начала весеннеполевых работ. В прошлые годы, к сожалению, эта поддержка доводилась либо летом, либо, к сожалению, иногда даже осенью, тогда, когда эти деньги уже для аграриев не имели такой ценности. В этом году 933 миллиона было доведено до начала весеннеполевых работ, и 226 миллионов, которые являются несвязанной так называемой погектарной поддержкой, были доведены в размере 100% до 1 марта. На эти деньги в текущей тяжелой ситуации наши аграрии закупали семена, ремонтировали сельхозтехнику и готовились к весеннеполевым работам. Закупали, соответственно, семена. В целом, на 2015 год с целью поддержки агропромышленного комплекса Московской области по распоряжению губернатора было добавлено 1 миллиард рублей, и господдержка в 2015 году увеличится на 70% по отношению к 2014 году. Основной объем средств был добавлен и введена новая статья поддержки, это компенсация капитальных затрат на инвестиционные проекты наших приоритетных направлений. Составит 846,5 миллионов рублей, и 153 миллиона рублей было добавлено Московской областью на поддержку 1 литра реализованного товарного молока. Мы на сегодняшний день наших аграриев в молочном животноводстве поддерживаем даже выше, чем представляют федеральные субсидии. На следующем слайде представлены инвестиционные проекты, которые будут введены в 2015 году, будут реализованы. 24 проекта всего с объемом инвестиций более 8 миллиардов рублей. И проекты, которые в 2015 году начнут реализацию, таких проектов на сегодняшний день 26 с общим объемом инвестиций более 57 миллиардов рублей. Это результат полномерной и очень тщательной работы с нашими инвесторами, потому что и земля, которая вводится на сегодняшний день в оборот, эта земля должна вводиться под что-то. У нас нет задачи просто эту землю распахать. Очень важно, чтобы эта земля максимально эффективно использовалась. Поэтому инвестиционная активность, которая была создана за последнее время в Министерстве сельского хозяйства Московской области, она позволяет придерживаться этого тренда по вводу земли в сельхозоборот.